Молодая семья Фатхеевых за неделю съедает по две ячейки яиц. Сидят на белковой диете. Меньше масла, жира и углеводов. Яичницу или омлет на завтрак делают веселее забавные формочки. О них Инна мечтала давно. Потом Ромина сестра мне на 8 марта подарила эти формочки. Ну и все, и с тех пор мы ими пользуемся. Редко. Чаще всего мы ладушки, блинчики как бы делаем в них. С резиновыми формочками, как с грызунками, играют дети. У Фатхеевых две чудесные дочки. Поставили сковородочку, включили, немножко оливкового масла. Маме помогало? Да. Удобно в сердечке жарить, ну и в мишке, вот в этих формочках. В этой тоже можно, но тут когда остренькие углы, приходится, чтобы все было аккуратно, обрезать приходится. Чтобы яйцо не вытекало за края, формочку надо раскалить. Затем размазать яйцо по формочке. Инна покупает отборную категорию яиц для формы сердечка. А для этой формочки лучше брать меньше яйцо, как бы объемом они там по весу же идут, получается, и чтобы вот такого вот не было ляпистого, да, растекания. Сделаем мишку. Согласитесь, такой завтрак станет увлекательной игрой для малышей, если готовить с ними вместе. Ой, глазки, да, получились? Леся, не надо. Сейчас кушать будешь, да? Лиса кушать хочет. Веселый завтрак можно украсить овощами, разрисовать мордочку кетчупом, но сильно не увлекайтесь, вас наверняка уже заждались голодные домочадцы. За школу, то есть каждое утро мне мама готовила завтрак, то есть завтрак всегда начинался с яйцами. Ну и так получилось, что я сейчас работаю на птицеферме, так с яйцами проблем вообще нет. Кто любит очень домашние яйца, лучше советовал бы брать у своих там родственников крайне проверенных, там еще что-либо, потому что очень часто даже те же бабушки миленькие, которые сидят, покупают сибирское яйцо или любое другое, мажут его и продают. То есть, а это чревато заболеваниями, с кушками, то есть, особенно детей очень осторожно накормить. Ну он любит, чтобы как бы желточек остался жидким, чтобы можно было там хлебушком вымокать, самый смак. Ну и не совсем. Ну и любил, когда что бы жарить, но буквально успел я чуть-чуть прожариться, чтобы очень много образования осталось. То есть, вот так. За пособие на годы студенчества в Владивостоке я научился их жать, наверное, в любом виде, по-всякому. И, наконец, ням-ням.